Книга «Открытым оком», тема объединения, том 17, вопрос 3157. Никто никогда меня не спрашивал о положении в церкви, о воссоединении, а тут, куда не приду, везде один и тот же вопрос. Как там? Скоро ли объединятся патриархия с зарубежной церковью? Выходит, людям не безразлично, как будет в России. Драться нам с католиками кулаком или растопыренными пальцами, отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Объединение не для того, чтобы с кем-то драться удобнее, а чтобы исполнить первосвященническую молитву Христа о единстве детей Божиих. Евангелие от Иоанна, 17, 22. И славу, которую Ты дал мне, Я дал им. Да будут едино, как мы едино. Слушаешь защитников сергианства и экуменизма и думаешь, что будете говорить, представ на суд Божий после смерти. Там будет иное видение всех наших вопросов, и это видение будет согласным Слову Божию. Иоанна, 12, 48. В объединении заинтересованы более всего маловерующие и совсем уж неверующие. Цитата. Неудачно, что без благоприятных условий она бы не сохранилась. Поэтому внутреннее устройство РПЦЗ допускает открытую дискуссию со священно-начале, что не может не импонировать сравнительно молодым членам церкви, ряд из которых покинул Россию не слишком давно. Они за преодоление раздора, но хорошо отдают себе отчет в том, что представляет собой нынешняя РПЦ с ее незыблемыми и ярхарическими принципами и отсутствием каких-либо прав у мирян и рядовых клириков. Достаточно сказать, что поместные соборы РПЦ, в которых должны участвовать и миряне, не проводятся в России уже 16 лет. По новому уставу их проведение зависит от воли соборов архиерейских, которые предпочитают таковую не проявлять. Проблемы в церкви давно уже решаются путем жесткого администрирования. Отдавали себе многие зарубежники отчеты в том, что демократические свободы в нынешней России также оставляют желать лучшего. Все это усиливало опасение, что объединение церквей приведет к тому, что РПЦ превратится в безвольный и бесправный предаток московского патриархата. А ее прихожане узрят пред собой указующий перст вездесущей российской власти. Поэтому процесс сближения с РПЦ проходил через все стадии демократического контроля. Приходские встречи, пастырские совещания, архиерейские соборы, наконец, собор всезарубежный в Сан-Франциско. Кандидаты на него, что крайне важно, отбирались поровну среди священников и мирян. Это и определило непростую обстановку на соборе и то, что он ограничился весьма осторожной резолюцией о возможности восстановления канонического общения между РПЦЗ и московским патриархатом. Время решения было переложено на собор архиерейский. Но тот предпочел передать его Синоду. Реализация акта о каноническом общении, принят лишь его проект, оговорена рядом условий. Все те же преодоления сергианства и отказ от экуменизма. И все это на фоне выражения готовности к историческому моменту. Пока зарубежники решали свои проблемы, из Москвы несся дружный хор голосов. Воссоединение наступает, оно уже наступило. Политические лидеры сменяли церковных. Паузы заполняли штатные пропагандисты. Такого массированного удара пропаганды я не припомню со времен Холодной войны. И это более всего мешало делу, подтверждая самые страшные опасения зарубежников. Нет, не изжито сергианство на исторической родине. Может быть, власть там больше не безбожная, но церковь явно у нее на побегушках. И внутри этой сервильной церкви царит дух принуждения и подчинения. Вроде бы решили вопрос о самостоятельности и собственности. А как объединимся, так все и отнимут. А потому не грех повременить. По эту же сторону границы росло непонимание. Чего они там ерепенятся, ведь все уже решено наверху. Демократия – это не анархия. Приказали строиться – стройтесь. Из пяти членов зарубежного синода четверо сторонники скорейшего воссоединения. Но растущий дефицит свободы в общественной и церковной жизни России скорее всего приведет к тому, что ценой воссоединения станет раскол в РПЦЗ. С сплочением диаспоры вокруг митрополии это никак не назовешь. Кавычки закрытые. Борис Фаликов. Патриархийные на бытовом уровне люто ненавидят Слово Божие и проповедь о Христе. Для батюшек тупость и невежество прихожан – питательная среда их животолюбия. Иоанна 12.40 Народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое. Да не видят глазами и не уразумеют сердцем и не обратятся, чтобы я исцелил их. Иеремии 5.31 Пророки пророчествуют ложь, и священники господствуют при посредстве их, и народ мой любит это. Что же вы будете делать после всего этого? Непосильно ожидания для Евы. Где же Авель столько времени пасет? Колыбельные звучат в ушах напевы. Сердце матери глухая боль сосет. С той поры, не перечесть всех матерей, проглядевших свои очи в ожидании, в одиночестве приходится стареть за упокойные молитвы петь годами. Ожидал во тьме Иаков столько лет и смирялся, что растерзан сын зверями. Но внезапно сверх надежды шлет привет. Радость встречи торжествующая грянет. Царь Давид Авесолома потерял. Он не знал исхода битвы, завершения. О, мой сын! Он многократно повторял эту горесть. Миллионы губ прошепчут. Расставание. Души многих обожгло, и слезами лица скорбные залило. От ехидны жало в сердце нам вошло. Встречу милую отбросило в могилу. Наши братья в облаках над океаном. Мы же молимся, сгибая свой хребет. Если что, не похоронишь, в море канут. И на части ожидания сердце рвет. Но разверзлося нутро железной птицы. Слава Богу и Егове! Аллилуйя! И на проповеди риск совсем так близко. В нас любой ахальник смело может плюнуть. Вознесение известно общий праздник. В небесах Отец Небесный встретил Сына. Ожиданий в Слове Божьем столько разных. Есть одно, что не исполнилось поныне. Иисус, грядущий в славе, возвратится. И несбывшиеся встречи состоятся. В судный день войдут усопшие, как в пристань. Кто спасен, тогда лишь станет ясно. 31 мая, 2006 год. Игнатий Лапкин.